— Ольга Валерьевна, стоящая на пороге грозная дама, казалась жутко недовольной. — Да, это я, — несколько растерянно ответила хозяйка квартиры. — Я представитель органов опеки и попечительства. Зовут меня Александра Викторовна. — Приятно познакомиться, — на автомате произнесла Ольга и тут же получила презрительный взгляд от гостей. — А мне неприятно, — отрезала та. — Я пришла сюда из-за того, что на вас поступила серьезная жалоба. — Что за бред? Возмущению женщины не было предела. — От кого? — Может, я все-таки могу пройти? Дело слишком серьезное, чтобы разговаривать на пороге. — Да, пожалуйста, — дернула плечами Ольга, пропуская гостю в квартиру. Мне скрывать нечего. — Ну, это мы еще посмотрим, — усмехнулась представитель опеки. — Дыма без огня, как известно, не бывает. Они расположились в гостиной. Ольга, как радушная хозяйка, предложила чаю, и пока она была на кухне, незваная гостья вовсю шарилась по квартире. — Что вы себе позволяете? — возмутилась Ольга, увидев подобную картину. — Кто дал вам право лазить по моим вещам? — Я должна убедиться, что права детей в этом месте не нарушаются, словно ничего не произошло, — ответила Александра Викторовна. Нам поступила жалоба от несовершеннолетнего Антона Кораблева. — Это сын мужа от первого брака, — сказала Ольга, признавая, что прекрасно знает этого ребенка. С некоторых пор он проживает с нами. — Я знаю, — царственно кивнула женщина. — Он недавно пришел к нам, заметьте, сам, и рассказал, как вы над ним издеваетесь. — Я издеваюсь? — у Ольги не было слов. Когда Стас привел сына и заявил, что он будет жить с ними, она стерпела. Хотя на тот момент у них было двое совместных детей, младшему из которых не было и года. Когда Антон начал показывать характер, она изо всех сил старалась найти подход к трудному подростку, получая в ответ откровенное презрение. Проблема в школе. И вновь Ольга бежит на помощь, ведь муж работает, и ему некогда. А когда Антон подрался? Разбил чужой телефон, между прочим, не из дешевых. Кто разруливал ситуацию, чтобы, не дай бог, мальчик не попал на учет в правоохранительные органы? — Ольга! И теперь этот сопляк смеет заявлять, что она над ним издевается? — Да, именно вы! Словно не замечая состояние хозяйки квартиры, продолжила Александра. — Постоянно орете, заставляете дед всю работу по дому, что не дает мальчику полноценно учиться. Его успеваемость катастрофически упала. — В этой школе просто программа другая, — еле сдерживаясь от крика произнесла Ольга. А у Антона одни компьютерные игры на уме. Его невозможно заставить делать уроки. А насчет работы по дому? Он за собой даже чашку помыть не может. Я уже не говорю о том, в каком состоянии его комната. Сам не убирается и мне не дает. — Вы думаете, я раньше таких вот матерей не видела? Женщина даже не старалась скрыть своего негативного отношения к Ольге. Да, мои запеки, для себя уже все решила. Да на парне живого места нет, весь в синяках. Да вас за это посадить нужно. Меня? Я его пальцем не трогала. Хозяйку квартиры замутила от необоснованных обвинений. Он дерется во дворе. Я каждую неделю выслушиваю кучу грязи от разгневанных родителей, бедных детишек, которых он избил. Да по нему самому тюрьма плачет. Знаете что? Прямо взвелась представитель опеки. Я убедилась, что ребенку опасно находиться с вами в одной квартире. Мы сегодня же заберем его из так называемой семьи и через суд добьемся, чтобы место жительства ребенка было определено с матерью. Да ладно, зло усмехнулась Ольга. А ничего, что она в правах ограничена? Слишком пить любит. Ничего, подлечим, поможем. Женщина резво засобиралась на выход. А с онцом Антона побеседовать не хотите? Уже вдогонку кинула Ольга, набирая номер мужа на телефоне. Обязательно. Не оборачиваясь, произнесла Александра Викторовна. Когда документы подписывать будет, тогда и поговорим. Бедный ребенок в этот ужас не вернется. Ольга устало прислонилась к стене и, стараясь говорить спокойно, объяснила ситуацию Стасу. Тот выслушал и пообещал разобраться. Антону не нравилось, что большая часть времени уделяется не ему, а Никитке, рассказывал вечером муж. Да и в деньгах я его ограничивал. Ему подавать дорогущие смартфоны, планшеты и компьютеры. А ничего, что у матери он на хлебе и воде сидел, тихо возмущалась Ольга, укачивая маленького сына. На его одежду и смотреть страшно было, а о телефоне он и не мечтал. Как за полгода можно так измениться? И чего Антон добивался? Да понятно чего, горько усмехнулся мужчина. Думал, пожалуются на нас, и мы все его хотелки исполнять начнем. Просчитался пацан, вмешался в разговор Влад, брат Ольги. Он работал в прокуратуре, так что мог дать пару советов. Сейчас вообще все потеряет. К матери вернется и будет плакаться. Папочка, забери меня обратно. Алименты платить буду, а забирать нет. Хватит, сил больше терпеть такое поведение нет. Я-то хотел как лучше. Думал, у сына нормальная жизнь начнется. А сейчас нас опека замучит. Будут пытаться и наших забрать. Ничего у них не получится, уверенно заявил Влад. А попробуют, пожалеют. И, подумав пару минут, осторожно спросил. Уверен, что не хочет, чтобы Антон вернулся к вам. Я могу это устроить. Показания свидетелей, разговор с психологом. Пацан признается, что соврал. Пусть немного у матери поживет. Решительно отверг помощь Стас. А через годик посмотрим. Ни через год, ни через два Антон в семью к отцу так и не вернулся. Хоть и просился каждую неделю. Жить у вечно невменяемой матери ему не понравилось. Пару раз он даже сбегал, но его быстро возвращали. В итоге он попросил помощи у отца и поступил в кадетский корпус. Там он смог измениться и, приезжая на каникулы, ввел себя просто идеально.